МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Елена Речкина коротко о главных событиях в регионе. Все ожидаемо. Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября, то есть в единый день голосования по всей России. Эта дата официально утверждена депутатами на очередном заседании регионального парламента. Спикер Владимир Нетесов напомнил, что в этот раз избиратели смогут сделать свой выбор сразу двумя способами. Или традиционно проголосовав за кандидата на пост главы нашей области в кабинке на избирательном участке, или с помощью системы дистанционного электронного голосования, то есть через портал Госуслуг. Такое решение принял накануне Центра сберком. Сегодня как никогда важна консолидация общества. Только все вместе мы можем решать, как в следующие пять лет будет развиваться Воронежская область. Я уверен, что воронежцы реализуют свое конституционное право и примут взвешенное решение, когда придут 10 сентября на выборы губернатора Воронежской области и отдадут свой голос за кандидата, которому доверяют. Облдома также внесла поправки в ряд законов о мерах соцподдержки воронежцев. Для многодетных семей расширен возрастной коридор по транспортному налогу и оформлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготы продолжат получать семьи с тремя и более детьми, пока старшему из них не исполнится 23 года. Но только в том случае, если он очно учится в ВУЗе или получает среднеспециальное профобразование. Напомню, ранее многодетными признавались те семьи, которые имели трех и более детей в возрасте до 18 лет. Предложения по развитию соцобъектов и личные просьбы губернатор Александр Гусев провел прием граждан в Бобровском районе. С подробностями Анастасия Алексеева. Пять комнат и в каждой свои занятия. В одной ребята играют в настольный хоккей, в другой развивают мелкую моторику на специальных тренажерах. Так выглядит Центр поддержки семьи и детства в Бобровском районе. Это учреждение для ребят, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Раньше оно работало круглосуточно. Соответственно, дети были под присмотром педагогов всегда. С 2016 года Центр перешел на дневной режим. Все из-за изменений в пожарном регламенте. Здание перестало отвечать его требованиям. Теперь ребят, которых на время забирают из семей, вынуждены размещать в других районах. И получается у тебя цветочек, да? Получки расставят, чтобы здесь кисть у тебя была свободная. Само здание еще с советской постройки. Центр поддержки семьи и детства квартируют в нем с начала 2000-х. Ремонт за это время делали всего один раз. Поэтому в 2020-м тут разработали проект нового здания. Даже место под него нашли. Сложно представить, но именно на этом пустыре в скором времени возведут новый центр. Место выбрали, поскольку рядом есть все необходимые коммуникации, которые и будут обслуживать будущее здание. Нынешний центр вмещает чуть больше 20 ребят. В новом смогут разместиться сотни. Кроме того, там планируют открыть и социальную гостиницу для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Причем не только для жителей Бобровского района. Новый проект, который предусматривается программой, он включает в себя 1800 квадратных метров площади. Предусматривается различные помещения, в том числе спальни, комфортные, достойные, на 4 человека. Дату начала строительства перенесли на 2026 год. Так как нынешнее здание не вмещает всех желающих, а новое должно появиться, мягко говоря, не скоро, директор центра Елена Стрельникова обратилась к губернатору Александру Бусеву с просьбой пересмотреть сроки. Давайте, наверное, актуализировать сейчас проектную документацию. Посмотрим, что это будет стоить, и тогда уже определимся со сроками. Спасибо. Это будет замечательный подарок действия своего работника сегодня. Были на приеме граждан и вопросы попроще, не требующие столь серьезных вложений. Так, мать восьмерых детей Елена Кропенко попросила губернатора приобрести ноутбук для старшей дочери-студентки. Муж мой при строительстве собственного дома упал. Получил множественные травмы, так как он не может содержать в полной мере семью. Мы живем на пособии. Мы просим губернатора Александра Викторовича о помощи. Строительство огромного центра, ноутбук для студента и другое. Александр Гусев рассмотрел множество обращений местных жителей. Большинство проблем, заверил губернатор, решат в ближайшее время. Интеграция по всем фронтам. Новые регионы России продолжают адаптироваться к федеральному законодательству. Дошел черед и до сферы ЖКХ. По поручению губернатора Александра Гусева и инициативе депутата Госдумы Игоря Костюкевича, специалисты госжилинспекции Воронежской области провели семинар в городе Геническ Херсонской области. В кинотеатры «Родина» пригласили местных коммунальщиков и руководителей муниципальных округов Херсонщиной. Главный жилищный инспектор нашего региона Дмитрий Соломаха поделился с коллегами опытом по выстраиванию разных моделей управления коммунальным хозяйством. Рассказал, как взаимодействовать с потребителями услуг, своевременно устранять аварии на инженерных сетях, снижать потери ресурсов и следовать букве закона, регламентирующего работу этой отрасли. В частности, Дмитрий Соломаха объяснил суть программы, которая разработана в Воронежской области. Есть два элемента – государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль. По сути, это все является, скажем так, двумя направлениями одной системы. Мы именно систематизировали работу муниципального жилищного контроля и вписали его в вертикальную структуру органов публичной власти, для того, чтобы муниципалитеты могли самостоятельно реализовывать все имеющиеся у них полномочия, а спектр их достаточно широкий. То есть он практически не применялся, но тем не менее вот эта программа позволила нам, скажем так, усилить и улучшить качество контроля за содержанием жилья, качеством предоставления услуг. В общении с людьми я начинаю понимать, что история работы ЖКХ на Украине была следующим образом, что… Ну, это такой пинг-понг. И за каждый удар по мячу в теннисе, играет в настольном теннисе, обычный гражданин должен платить деньги. Причем резкость удара – это цифра в платежке, которую он получает. Горсть земли, горсть памяти – в Воронежской области стартовала военно-патриотическая акция, которая завершится в День памяти и скорби. О ее сути – Ирину Цаценко. В братской могиле номер один нашли свой последний приют более 15 тысяч павших бойцов. Чижовский плацдарм был одной из ключевых точек битвы за Воронеж. Каждая пять здесь пропитана кровью. Из клубы перед мемориалом аккуратно выкапывают немного земли. Ее помещают в небольшой холщовый мешочек, который потом отвезут к музею-диораме. 22 июня, в День памяти и скорби, у нас в городском парке патриотов будет торжественное открытие мемориала «Часовые памяти», посвященное защитникам Отечества, труженикам тыла и без вести пропавшим на Великой Отечественной войне. Для этого сейчас мы проводим на всех братских могилах города изъятие земли, горсть земли памяти, для того, чтобы их потом вот с этих мешочков, с этих мешочков, их перегрузят в гильзы и будут они в основании мемориала заложены. Участниками этого символичного действия стали мальчишки и девчонки, которые через несколько месяцев пойдут в первый класс. Рассказывать о войне и о том, какой ценой досталась Великая Победа, нужно с детства, уверены в управе Ленинского района. Только так и взращиваются патриоты. Любое мероприятие, связанное с нашей памятью, тем более с событиями, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, они всегда очень важны. Конечно, информацию, воспитательную работу с ребятами необходимо проводить, для того, чтобы наше молодое поколение обязательно помнило об этих событиях. А это уже братская могила номер 21. Находится в глубине частного сектора, рядом со стройплощадкой будущего храма в честь Дмитрия Донского. Здесь похоронены 47 защитников Воронежа, сложивших голову в ожесточенных боях на территории Чижовки в июле-августе 42-го. Павлу Машканцеву в то время было всего 17. Через два года он попал на фронт. Но детство для него закончилось гораздо раньше. Горсти земли с братских могил сейчас собирают по всей области. Только в самой столице Черноземья их около полусотни. В регионе гораздо больше. До 22 июня эти мешочки будут храниться в областном совете ветеранов. Сотрудники ГИБДД вышли на большую дорогу. В Воронеже охота на затонированные автомобили. Именно тонировка, по словам инспекторов, зачастую становится причиной ДТП с участием пешеходов, особенно если на улице сумерки или ночь. На этот раз патрули стояли на участке проспекта Революции возле железнодорожной поликлиники. Когда мимо проезжала машина с тонировкой лобового или передних боковых стекол, полицейские незамедлительно ее останавливали, проверяли документы водителя и после специальным прибором измеряли свето-пропускную способность. Если полученные значения не соответствуют норме, выписывается штраф в 500 рублей плюс требование за 10 дней убрать затемняющую пленку. В противном случае при следующей проверке автолюбителю придется раскошелиться уже на большую сумму – от 2 до 4 тысяч рублей. Альтернативы 15 суток ареста или до 120 часов исправительных работ – это уж как решит суд. Санкции серьезные, но даже несмотря на них многие продолжают ездить с тонировкой. Объяснений этому они находят множество. – Нравится жара, защищает от солнечных лучей. В машине можно оставить вещи какие-то, не бояться, что машину вскрою, стекла разобьют, еще что-то. – Я не согласен с тем, что лучше видно дорогу, а особенно в темное время суток ничего не видно. Особенно это касается лобовых стекол. Вы представляете, есть тонировано лобовое стекло, и условия ограниченной видимости – это когда дождь или просто сумерки, ночь. Водители у него минимум на 30% уже сокращается видимость. Всего за время этого рейда полицейские составили 20 протоколов об административных правонарушениях. Скоро они собираются провести повторную проверку на дорогах, чтобы выявить тех, кто, несмотря на предписание, тонировку от стекол так и не отклеил. Они не боги, но оказались на вершине Олимпа. Речь о лучших учителях Воронежской области, которые стали призерами региональных и всероссийских профессиональных конкурсов. Церемония награждения «Педагогический Олимп-2023» прошла в стенах Института развития и образования. Почетные гости – заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Масолов, руководитель профильного департамента Наталья Сологубова и депутат регионального парламента Ольга Ортина пожелали учителям дальнейшего профессионального роста, а после вручили грамоты и подарки лучшим из лучших. Призовые места в конкурсах разного уровня завоевали более полусотни преподавателей. В 2023 объявленном в России годом «Педагога и наставника» такие победы особенно ценные, признаются награжденные. Мы анализировали и пришли к выводу, что в год «Педагога-наставника» популярность конкурсов выросла в количественном и в качественном отношении. В количестве, это в общем количестве конкурсов, приняло участие порядка тысячи человек. Это больше, чем предыдущие годы на порядок. Надеюсь, что тот труд, который вложили наши педагоги, окупится обязательно, потому что конкурсное движение – это огромный стимул к своему развитию в дальнейшем. Нужно, конечно, в первую очередь любить свою профессию, потому что, на мой взгляд, профессия учителя – не просто профессия, это еще и образ жизни. Вот если ты свою профессию превращаешь в образ жизни, тогда и можно добиться такого успеха. Искусство должно идти в народ и окружать людей повсеместно. Именно такую задачу ставят перед собой организаторы фестиваля «Русское лето». Он пройдет в Воронеже осенью. Но подготовка и внедрение новых форматов начинается уже сейчас. Один из примеров – конкурс уличного искусства «Смыслы и образы нового мира». Об идее и реализации этого концепта рассказали в Доме журналистов. Художникам и стрит-арт-творцам со всей России предложено разработать патриотический образ без пошлости, перегибов и использования нейросетей. Лучшие работы будут украшать улицы нашего города. Для будущих граффити уже подобрано 28 поверхностей – от фасадов многоэтажек до фонарных столбов. Но это не окончательная цифра, говорят организаторы. Все зависит от количества и качества присланных заявок. Подать их можно до 30 июня на официальном сайте воронежartfest.ру. Кстати, особых ограничений для участников не предусмотрено. Это могут быть как любители, так и профессионалы. Возраст тоже не важен. По сути, даже умение рисовать необязательно. Если у кого-то есть хорошая идея, организаторы готовы выделить наставника для ее реализации. Ну, ничего подобного именно в таком большом формате мы точно еще не делали. Ну и, конечно, благодаря вот общей поддержке, поддержке губернатора Воронежской области этот проект весь реализуется вот в таком формате. Посмотрим, что получится. На следующий год, конечно, мы хотим еще больше вариантов воплотить в жизнь все наши идеи. Ну, я уверена, что результат действительно будет хороший. Презентуем его на фестивале «Русское лето». Посмотрим, обсудим. А самое главное, как отреагируют жители. В новом театре премьера по Чехову спектакль «Великий человек». К творчеству этого знаменитого русского драматурга трупа обратилась впервые. В итоге получилась постановка на стыке жанров. Комедии и трагедии, классической драмы и пластики. Слово Кристине Штерн. Сами себе рабочие сцены, сами себе визажисты. В новом театре кипит предпремьерный процесс. Пока одни подготавливают реквизит, другие вдумчиво повторяют роли, настраиваясь на спектакль. Третьи наводят последние штрихи макияжа. «Великий человек» – это изначальное название рассказа Антона Чехова «Попрыгунья». Розово-зефирный костюм – подсказка к характеру главной героини Ольги Ивановны, которую исполняет актриса Мария Фролова. Моя героиня – она такой не до конца зрелый человек, не определившийся в жизни, наверное, которого легко сбить с пути, в отличие от ее мужа, который человек целостный, который живет как бы в контакте с собой. Типаж мне не очень близок, не очень, наверное, понятен. Но, с другой стороны, было интересно поизучать себя в такой ипостаси. Ольга Ивановна – девушка, любящая искусство и богимную жизнь. Вокруг нее вращаются художники, артисты, поэты, танцоры. Ей ничего не стоит увлечься живописцем Рябовским, позабыв о своем супруге Дымове. Из декорации на сцене лишь картинная рама и мобильная конструкция-трансформер в форме рояля, превращающийся то в лавку, то в лодку, то в подиум. Ну а основной реквизит – тонкая розовая бумага, красивая обертка, в которую персонажи упаковывают свою жизнь. Задачей художника Александры Макеевой было показать столкновение двух миров – Дымова и Ольги Ивановны. У нас здесь каждый персонаж – это такой представитель своей сферы искусства в данном случае, кроме главного героя. И задача была показать такой утрированный, суперузнаваемый образ, который еще будет раскрывать характер. Поэтому они у нас все такие, как герои картин. Погоня за мимолетным и поверхностным в итоге оборачивается трагедией. Люди часто не замечают того, что происходит с их близкими. В спектакле поднимается тема ложного и истинного в человеке. И вопрос – что заставляет одних предавать, а других – жертвовать собой ради спасения людей. Как человек умеет сохранить себя, остаться верным самому себе, честным, своим каким-то идеалом, представлением о жизни, несмотря на то, что происходит вокруг. Я сама задаюсь вопросом, как себя сохранить в этом, как оставить эту какую-то чистоту, сохранить в душе. Противовес главной героине – врач Осип Дымов. Роль сложная, но интересная, признается актер Ярослав Козлов. Пока жена витает в облаках, он работает до упаду, что в итоге его и губит. Его Чехов описывает не просто, что великий человек, он одержим, он одержим своей профессией, он погружается полностью. Мы подумали, что Чехов про себя писал, потому что Чехов же по образованию доктор. И он прописал здесь у Дымова, что с утра до полудня он принимает больных. А действительно, Чехов принимал до 40-50 человек людей в день. Рассказ Чехова «Попрыгуни» – основа постановки, но в ней есть и цитаты из других чеховских рассказов. Плюс документальные материалы, письма и дневниковые записи. Когда углубляешься в материал, это острее чувствуется, насколько он современен, насколько современен его слог. Это написано сегодня о нас, все те же люди, все те же страсти, все те же наши соблазны. И, конечно, было страшно прикоснуться к Чехову, к такой глыбе. Артисты нового театра говорят, премьера постановки «Великий человек» – это начало пути. Спектакль будет трансформироваться от показа к показу, снова и снова погружая зрителей в чеховский мир и открывая что-то новое. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий и скоро увидимся в эфире. Вальс, викинг, бешеные танцы, автодром. В Центральном парке «Динамо» заработали аттракционы. Их появление тут напрашивалось давно, говорят в мэрии. Право разместить их на площадке рядом с веревочным городком власти разыграли на конкурсе. Победителем стал семейный центр развлечений, который предложил концепцию досуга, связанного с укреплением здоровья. Это один из примеров частного государственного партнерства, в котором все члены семьи, все дорогие воронежцы могут прийти и по-настоящему скинуть все проблемы, заботы, а может быть даже какие-нибудь стрессы в один день, но всей семьей. Особенно мне бы хотелось пригласить наше молодое подрастающее поколение, которое найдет здесь себе именно дело. Потренирует свой вестибулярный аппарат и может быть даже свою нервную систему. Так весело и шумно в Центральном парке теперь будет практически постоянно. Зона аттракционов станет работать с начала весны и до наступления холодов, как минимум ближайшие четыре года. Обычно 1 апреля, в зависимости от погодных условий, там ближе к маю и, собственно говоря, по конец октября, в зависимости вот тоже от погодных условий. Если снег не выпадет и если не будет холодно, то, наверное, это так и будет. Достаточно давно уже напрашивался в это большое пространство именно парк развлечений, аттракционов, потому что много у нас посетителей здесь с детками и взрослой, в общем-то, молодежь, которым, в общем-то, хотелось бы каких-то развлечений именно вот аттракционов. Одним из принципиальных требований мэрии было оформление зоны аттракционов в эко-стиле, чтобы они не выбивались из общей концепции Центрального парка. Центр развлечений прошел аккредитацию Ростехнадзора. Безопасность каждой карусели, как и другого оборудования, подтверждена специальным паспортом, с которым можно ознакомиться здесь же. Редактор субтитров А.Семкин